Многоголосие хора духовенства Московской митрополии наполняет зал Центра патриотического воспитания молодежи «Авангард» особой энергетикой. 19-е Московские областные образовательные рождественские чтения, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I, объявляются торжественно открытыми. Впереди десятки просветительских мероприятий в образовательных, социальных и спортивных организациях региона. Конечно, у нас будет много разных интересных событий, встречи со священниками, обсуждения, проекты, диспуты, потому что тема очень интересная. Лично Петра I до сих пор в истории очень много разных мнений по поводу самого Петра I, его характера, его правления. Все сходятся только в одном, что это был великий царь и великий реформатор. Участниками встречи стали руководители и специалисты муниципальных органов управления образования, директора школ и представители благочиния. Соглашение о дальнейшем взаимодействии этих структур закрепили документально. Очень символично, что сегодня, в этот день, мы подписали очень важное соглашение вместе с Русской Православной Церковью, где мы будем расширять наше сотрудничество, потому что до этого оно, скажем так, очень плотно велось в системе образования. Сейчас мы сюда подключаем все наши сферы, со всего социального блока. Это и социальное развитие, соцзащита, и культура, и спорт. Рождественские чтения – это крупнейший образовательный форум, ставший доброй традицией. Они объединяют людей, которые стремятся сделать российское образование лучше. Следующим этапом станут 30-е международные рождественские чтения, которые начнутся в январе 2022 года.